Северный завоз, который должен завершиться в Ненинском округе до 30 сентября, выполнен на 86%. Главные грузы, топливо и нефтепродукты доставляют по водным артериям 18 сельских муниципальных образований. Работа по доставке в поселение годовых запасов топлива выполняется без отклонения от графиков. Весь объем энергоресурсов был закуплен еще весной и доставлен на склады Архангельской Печоры для последующей доставки в села округа. В этом году Северный завоз осуществляет Ненинская нефтяная компания. Если в прежние годы было по пять перевозчиков-поставщиков, то сейчас один. Для нас это большой плюс, потому что это удобно, когда один перевозчик завозит на одной барже, порой полностью весь объем. Завезено практически уже на 86%. В разрезе топлива уголь завезен, там река уже 100%, море 60%. 50% стало завезти восток и немножко запад, это индигурный, чейский. В этом году, как и в прошлом, был завоз брикетов. Брикеты у нас закупают, это шой на Икеа, в том году 53 тонны было, в этом году 60 тонн. Компания в Ненинском округе стартовала 28 мая, завершится к 30 сентября. Но, по словам главы администрации Заполярного района, работают с опережением. Планируют закончить до конца августа. На сегодняшний день завоз каменного угля в населенные пункты региона выполнен на 83%, дров на 81%, дизельного топлива на 99%, бензина на 86%. Поставщики, как правило, завозят дров больше, чем указано в заявке. Это помогает в ситуациях, когда часть объема оказывается некачественной. Например, в Тельвиску в этом году завезено 150 кубов вместо положенных 130. Три куба были забракованы. В Омеже немножко там другая ситуация, похуже. Должны были завезти 905 кубов, завезли 967, 150 кубов брака. 817, как бы, вот у нас чистый объем дров. По контракту 10% у нас, в принципе, по ГОСТу, это допустимый процент брака, который может быть дрова. Но населению, договоров с населением такого нет, у нас население будет опускаться качественные дрова. Формируется объем северного завоза в конце каждого года. Север-Жилкомсервис запрашивает заявки от населения и организаций. Далее на основании общей сводной информации регулируют количество энергоресурсов по участкам.